Вот давайте я сопротивление сделаю, попробуйте. А вот так вот разгибаются? Больно? Нет, не больно? Нормально? А если сильнее? А если еще? Тут вот все, не надо, да? А вот сейчас вот расслабить можем? Так, вот. Какие ощущения? Нормально все, да? Слушайте, ну да, понятно. Это напряжение, да? И вроде бы просто поговорили, да? Вот просто поговорили, дайте потрогаю. А можно потрогать? А если вот просто разговор как будто бы? Только что Елена Милютина продемонстрировала телесно-ориентированную технику, которая порой используется при подавлении стрессового состояния. И таких крючков у нее много. О них сегодня психолог активно рассказывает своим коллегам, которые добровольно решили помогать людям. Хочется более профессионально это делать и, наверное, больше людей охватывать, потому что ты видишь боль этих людей и хочется быть в это время с ними. Хочется быть полезным. Хотя бы здесь. Здесь тоже непростая позиция наша, потому что происходит встреча с болью. А мы встречаемся каждый день, даже в мирное время. Всего в группе занимается 12 психологов из разных образовательных учреждений Полевского. По сути, они готовые специалисты. Их не нужно учить заново. Стоит лишь напомнить важные моменты вывода человека из стрессовой ситуации. Ученики, несмотря на опыт и дипломы, записывают под диктовку. Не хотят упустить ключевые моменты при работе на практике. Это те добровольцы, которые просто откликнулись, да? И для которых сегодняшний день он неравнодушен очень. Сегодня в Полевском создана группа поддержки при городской администрации, где будут работать после обучения данные психологи. Каждый четверг в администрации проходит встреча руководителей разных служб. В том числе можно через администрацию, пожалуйста, все телефоны передают нам, запрос делают, и мы приглашаем уже на группу. Либо через рабочую правду, пожалуйста, тоже можно обратиться. Это вторая по счету встреча. Всего их будет три. На заключительный, в следующий понедельник, психологи будут практиковать, используя полученные знания на кейс-заданиях, которые для них подготовит Елена Милютина. А как только появятся первые заявки, пойдут на встречи помогать родным пережить боль разлуки. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.